Дорожники предупреждают, проезд по ним смертельно опасен. В регионе продолжается подготовка к весеннему паводку. Низководные мосты разобраны в Вельском, Устьянском, Велегоцком районах. Если не внесет коррективы погоды, то 17 апреля начнут разбирать мост через реку Курье на автодороге Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры. В Архангельске в одном из ночных клубов сотрудники ОМОН изъяли сразу несколько травматических пистолетов. Спецоперацию провели региональные МВД и Росгвардия. В полицию стали поступать сообщения о том, что в одном из увеселительных заведений разрешают проносить с собой оружие. Информация подтвердилась. Несколько посетителей с признаками опьянения находились в заведении с травматическими пистолетами. Оружие было изъято. В отношении его владельцев составлены административные протоколы за нарушение правил ношения и хранения оружия. В настоящее время решается вопрос о лишении данных граждан лицензии на право ношения и хранения оружия. К другим темам. Более трех тысяч человек пришли на митинг вместе против террора. Северяне присоединились к акции, которая прошла по всей России. Хэштег «Питер мы с тобой» за эти дни объединил сотни тысяч человек, которые выразили свое сочувствие и соболезнование родным и близким погибших и пострадавшим в питерской подземке. Очень важно, что общество, народ объединяются в такой сложный, непростой период ради того, чтобы у нас у всех было будущее. И Архангельск сегодня рядом с Санкт-Петербургом. Люди вышли на улицу с плакатами, на которых слова сочувствия и поддержки жителей Поморья вместе со всей Россией сказали свое решительное «нет» терроризму. Терроризм – это страшное явление, которое нам преподнесли ради нарушения целостности нашего общества, ради разрушения. Но россияне, русские, они всегда были созидателями. И за многие века мы не раз доказали, что никакой враг нас не испугает. Главная, наверное, цель – показать тем, кто хотел нас запугать и питерцев, что они просчитались. Когда нам трудно, мы всегда становимся плечом к плечу и побеждаем. И сегодня мы вместе против террора. Участники акции почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и зажгли свечи. Архангельск принял всероссийский бизнес-состязание. В СГМУ сегодня дали старт специализированной программе Open Innovation Startup Tour. Open Innovation Startup Tour – мечта любого начинающего предпринимателя. Это самый масштабный проект в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов. Его соорганизатор – фонд «Сколково». Более 400 участников из 11 городов страны доказывают – их идеи должны воплотиться в жизнь. Для Архангельской области это некий такой взрыв, что ли. И возможность тем ребятам, в особенности молодым инноваторам, предложить свои идеи разработки, пообщаться с хорошими, серьезными, качественными консультантами, которые могут дать понятие, что с этим делать, как это развивать и куда обращаться за поддержкой. Из 150 стартапов до полуфинала добрались только 30 проектов. Победители получат не только инвестиции на реализацию своей идеи, но и помощь опытных экспертов фонда «Сколково». Где-то это может быть финансовая поддержка, где-то это может быть другого рода поддержка. То есть самая главная задача, чтобы влить в новую жизнь проект, и он пошел уже от идеи к реализации. Также лучшие проекты получат путевку в финал программы «Стартап Вилледж», который пройдет в августе в столице. В Архангельске появился первый оздоровительный детский сад «Радость». Программа дошкольного учреждения построена таким образом, чтобы соблюдался баланс между образовательным направлением и формированием здорового образа жизни ребенка. Здесь уже занимается 24 маленьких северянина. Название говорит само за себя. Воспитатели сделали все, чтобы заботиться о главной ценности человека – здоровье. Настоящая гордость детсада – своя сильная пещера. Ее действие на здоровье уже доказано. То есть это улучшает дыхательную систему, уменьшает количество простудных заболеваний. И поэтому мы решили внедрить это новшество в свой сад. Всего дошкольное учреждение рассчитано на 40 мест. Возрастная категория – от года до 7 лет. Посещать детский сад можно и в качестве профилактория. Проект поддержала Корпорация развития Архангельской области. Жители Архангельской области начали атаковать клещи. Первый в этом году укус произошел в Коноше. За прошлый год от укусов клещей в нашем регионе пострадало 6,5 тысяч человек, 42 из которых заразились клещевым энцефалитом. Насекомые также являются переносчиками клещевого боррелиоза. Чтобы не стать жертвой инфекции, в Роспотребнадзоре рекомендуют пройти вакцинацию и соблюдать меры предосторожности при выезде на природу. Для профилактики при сасывании клещей необходимо применять меры индивидуальной защиты. То есть при посещении лесов, природных очагов клещевого вирусного энцефалита необходимо одевать специальную одежду. В этот период необходимо проводить самые взаимоосмотры. К другим темам. В Архангельске прошла благотворительная ярмарка, посвященная 80-летию региона. Ее организатором выступил благотворительный фонд «Время добра». На ярмарке были представлены изделия из бересты, вышивка, резьба по дереву, шитье. Все работы выполнены талантливыми воспитанниками реабилитационных центров и коррекционных школ со всей области. Мы сами удивлены, насколько сделано все с любовью и умело. Понятно, помогали педагоги, родители. Но это уже говорится и о семейных обычаях. Здесь как раз представлены работы из бересты, из дерева, из пряжи. Все собранные средства организаторы передадут ребятам с ограниченными возможностями здоровья, которые будут представлять наш город на международном творческом фестивале «Шаг навстречу». Он пройдет в Санкт-Петербурге в мае. Северно-Арктический федеральный университет принимает в эти дни школьников со всей страны. Поводом послужил финал Всероссийской Олимпиады по истории. Участники Олимпиады поборются за главный приз – возможность вне конкурсного поступления на историческое отделение любого вуза страны. Каждому школьнику предстоит пройти несколько испытаний, написать историческое эссе, ответить на вопросы теста и пройти устное собеседование. Нам не только важно проверить, как человек письменно излагает те или иные явления и события, а еще важно, как он умеет общаться. Потому что те люди, которые потом придут в вузы, они будущие преподаватели, они педагоги, они общественные деятели, они должны владеть навыками именно устной речи. Архангельск поет о победе. Так называется конкурс, который уже третий год проводит культурный центр «Соломбларт». Фестиваль ориентирован на сохранение через фронтовые песни победы в памяти о Великой Отечественной войне. В этом году в конкурсе примет участие более 400 человек в трех номинациях. В номинации «Трудовые коллективы» у нас заявилось 18 коллективов. Очень много из них педагогических коллективов. Большую активность проявили детские сады, школы. Нам это очень приятно. На данный момент также подали заявки 12 семей и 6 дуэтов. Конкурс пройдет в два этапа. 21 апреля в 6 часов вечера на сцену «Соломбларт» выйдут семьи и трудовые коллективы. А 23 апреля в 2 часа дня пройдет галоконцерт фестиваля и будут выбраны победители в каждой номинации. Итоги дня в 19.20 смотрите на канале ТВ-Центр. До встречи в программе «Автограмм дня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова